В самом центре столицы поселились книги. В московском Манеже стартовала 33-я международная книжная ярмарка. Общение с единомышленниками, лекции, встречи с авторами и покупки тех самых произведений. Все это гости могут сделать здесь. Одной из площадок стала встреча лидера «Справедливой России» Сергея Миронова с литературным критиком Кларисой Пульсен. Беседа была по теме книги, которые сформировали мой мир. Ваша любимая сказка в детстве, любимый сказочный герой? Надо подумать. Ну, наверное, я очень любил такие сказки, например, «Кот в сапогах». Котяра очень нравился. Такой находчивый, веселый, хороший, в сапогах. Видимо, что-то меня запало в душу. Политик рассказал о книгах, которые занимают важное место в его жизни. Среди них «Робинзон Крузо де Фо», «Территория Куваева», «Поэзия Цветаевой», «Территория невероятности Анчарова». Каждая стала определенным маяком на разных этапах жизненного пути Миронова. Какие бы обстоятельства ни сложились, первое главное – не паниковать. И, собственно говоря, на примере «Робинзона Крузо» мы видим, что первое, что он сделал – он не стал паниковать. Сергей Миронов – не только инженер-геофизик, политик, но еще и писатель. После встречи прошла презентация его новой книги «Серега». Парламентарий поблагодарил всех, кто помог этому художественному произведению выйти в печать. Предисловие написал друг и земляк Миронова, народный артист РСФСР Александр Михайлов. «Саша, дорогой, я тебе особенно признателен за те слова, которые остались в предисловии, где он справедливо вопрошает, ну, в том числе, вроде как, ко мне обращаясь. Столько всего ты понаписал, а где же корни твои? Почему о корнях ничего? И вы знаете, открою маленький секрет, я уже второй месяц занимаюсь сбором материала для будущей книги второй части, которая будет называться «Родня Сереги». На презентацию пришли друзья Миронова, депутаты Госдумы, актеры, молодые поэты, редакторы и победители ежегодной литературной премии «Справедливая Россия». Все поздравляли политика с успешным выходом книги, делились любимыми моментами и даже зачитывали особо запомнившиеся рассказы. Отец уже поздним вечером, когда меня укладывали спать, привез елку. Смотри, Серега, беличий глазок. И я увидел, как действительно в глубине елки что-то сверкает всеми цветами радуги. Я начал ее читать, тоже думал, дай-ка пробегу, что там политик-то написал. Но действительно, вот пока я мог читать, я не мог оторваться. Настолько простая литература, простая, поскольку сам автор простой человек. То, что я успел прочитать, это реальное подтверждение того, что я увидел в этом человеке. Валентин Варецкий предложил экранизировать автобиографическую историю. Сергей Миронов еще раз поблагодарил всех за поддержку, теплые отзывы и на память каждому подарил книгу Серега.